Всем привет! Сегодня эфир на тему, как принять свой недуг. И прежде чем мы начнем, хочу сразу пояснить о том, что я не являюсь психологом, я не являюсь психотерапевтом, психиатром и другим человеком, у которого есть какое-либо медицинское образование. Нет, у меня и такого нет. Поэтому все, что я сегодня буду говорить, это будет исключительно мое субъективное мнение. Это будет исключительно моя история, это будет исключительно моя практика и истории тех людей, которые я знаю. Я общаюсь со многими людьми как в онлайне, так и в оффлайне с определенными недугами. И, кстати, в основном это рассеянный склероз. И, возможно, я приведу примеры некоторых людей. Но в основном я буду опираться именно на свои примеры. Всем привет! Еще раз всем привет! Я рад, что вы присутствуете на этом прямом эфире. Прекрасно! Я рад, что вы даете некие реакции, потому что это определенная мотивация. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Слышно меня или видно. Ну или вообще любые какие-то знаки, просто какие вам удобно. Походят запятые. Знаки припинания тоже подходят. Смотрите, давайте начнем с того, что я сказал, что уже не являюсь никаким медицинским сотрудником, нет такого медицинского образования. Все исключительно субъективно и исключительно через призму моей практики. Все прекрасно слышно меня. У меня диагноз рассеянный склероз, и на меня подписаны в основном, наверное, люди с рассеянным склерозом. Но я думаю, что то, что я сейчас буду говорить, оно будет относиться и к любой болезни, особенно если это болезнь... Прошу прощения. Особенно если это болезнь неизлечимая, да, как рассеянный склероз. Здесь, наверное, больше, ну такая тема касается психосоматики, да, психологии. То есть вообще, если у вас прям действительно какая-то серьезная проблема в голове, и просто уже некуда деваться, то, конечно, лучше обратиться к специалисту. Но я думаю, что этот эфир поможет как-то раскрыть вообще эту тему. Вообще, смотрите, моя история. То есть, когда мне диагностировали рассеянный склероз, а точнее даже еще не диагностировали, а просто отправили на МРТ головы с подозрением на рассеянный склероз, мы были с супругой, и супруга начала это все смотреть в интернете. Она смотрела в интернете, что такое рассеянный склероз и так далее. Я у себя забрал эту возможность смотреть, потому что не хотел. Я понимаю, что в интернете в основном всякая такая дичь, ужас и так далее. Я чувствую себя более-менее комфортно. У меня не так ударил рассеянный склероз, к счастью, как многих людей, с которыми я общаюсь, знаком, то есть даже с теми людьми, с которыми были прямые эфиры. То есть у меня просто была хромота, там просто мне шатало в сторону и так далее. Поэтому я не смотрел. У меня в голове были другие заботы, то есть у меня супруга беременна, мне необходимо было понять, откуда брать денежные средства, потому что с Уфсином я разорвал контракт и так далее. То есть супруга сказала, посмотри, посмотри. Я просто спросил, сильно ли страшно все? И она ответила, да, страшно. Тогда мы остановились на том, что я говорю, давай, Настенька, так, если там страшно, пока мы еще с тобой, у нас далеко все не зашло, мы можем с тобой развестись. Мы же взрослые люди. То есть вот. Либо мы продолжаем жить и просто не смотрим туда, куда не надо смотреть. И моя супруга сделала, как я понимаю, сегодня абсолютно правильный выбор. Она сказала, окей, мы продолжаем жить. И я ей за это благодарен, потому что сегодня у нас растет два прекрасных сына, два богатыря, два таких четких пацана. Они, кстати, есть в Инстаграм, панаковбро. Подписывайтесь. Там тоже интересно, чем они занимаются. Так вот, это моя история, да, психосоматика. Я долгое время вообще забыл про свой диагноз рассеянный склероз. У меня, ну, мне поставили пульс-терапию. То есть я занимался своими делами. Я занимался, я вдруг решил, что я хочу быть депутатом. Поэтому я стал узнавать, как стать депутатом. Я был помощником, помощником общественной, помощником председателя общественной организации для людей, там, общероссийской общественной организации. Это для людей тоже с диагнозом рассеянный склероз. Я помогал организовать какие-то мероприятия. Затем я был председателем общественной организации. Уже другое тоже, содействие неврологическим инвалидам. Затем я открывал клуб тайм-менеджмента от Глеба Архангельского, то есть у себя в городе. Дальше я двигался по всем, к министру здравоохранения, к депутатам и так далее по вопросу. То есть у нас забирали центр реабилитации. У нас был в городе Рассвет, и там какие-то свои наверху были разборки. А как обычно страдали простые люди, которые просто там получали лечение. У нас так забрали ГБ-2, городскую больницу 2, где было отделение специально для больных с рассеянным склерозом. Но перевели нас в центр реабилитации Рассвет. А затем и центр реабилитации Рассвет тоже забрали. И мы, получается, нам сказали, ну вот где будете лечиться, там лечитесь. В основном это областная больница. Но мы сами понимаем, что в областной больнице как было определенное количество мест до отделения неврологии, так они и остались. То есть там не прибавлялось места и так далее. А до этого, то есть было там, например, 30 мест в областной больнице, плюс 30 мест в центре реабилитации. И поэтому даже если вдруг кто из вас знает, что рассеянный склероз может хлопнуть вообще неожиданно, и если вдруг в одном учреждении медицинском заняты койки, то можно было попасть в другое медицинское учреждение. Так, дальше. Я занимался вот такими вещами. Мне вообще некогда было думать о рассеянном склерозе. Я стал баллотироваться в депутат. У нас как раз в городе были до выборы, там нескольких депутатов на них заявили уголовное дело. И, соответственно, забрали мандат. Я подумал, почему бы нет, это мой шанс. Стал самовыдвиженцем. Стал собирать подписи, но не собрал нужное количество подписей. Дальше я общался уже с такими пораженными политиками. Мне сказали о том, что шансов больше попасть, стать депутатом, если у тебя будет высшее образование. В тот момент у меня было среднее специально только. Я решил, что надо поступить в университет. И мне как раз было скучно. Я думал, чем бы заняться. Тем более я на инвалидности. Я узнал о льготах, о том, что для инвалидов достаточно набрать просто минимальный балл, чтобы поступить в университет. Я поступил и о рассеянном скорости забыл, потому что вот это все там, где-то там, постоянно. В голове мысли, там что-то сделать, там что-то сделать. Бизнес там может какой-то замутить. Мы с братом, с моим двоюродным, ставили бассейн. Бассейн в парке у нас, то есть, да, для детей. То есть, ну, такие были интересные вообще сами движухи. И, то есть, я один из тех, кто вообще не заморочился о своем диагнозе. То есть, я не понимал, почему можно заморочиться до буквально недавнего времени. С чем? Давайте ближе о недавнем времени. То есть, когда у нас наступили локдауны, да, то есть, наступили, ну, все закрылись, получается, магазины и так далее. У меня в этот момент началась сессия. Сессия была онлайн. Супруга с детьми уехала к родителям, да, для того, чтобы не мешать, не отвлекать. И, то есть, я полностью остался дома. Не было никаких движений, не было необходимости ехать по делам туда или в другое место и так далее. То есть, раньше это спасало. А я просто остался дома в четырех стенах и некуда идти. И я вот, как бы, ну, батонился дома, да, если можно так сказать. И, когда сессия закончилась, а супруга с детьми не вернулась, и, получается, у всех друзей, знакомых и так далее, у всех свои дела. И я, получается, остался один, не с кем разговаривать. Телефон, ну, то есть, по телефону, ну, кому-то просто звонить. У меня не было такой привычки разговаривать по долгое время, разговаривать. И поэтому я начал загоняться сам себе. Я начал копать. А почему же все-таки действительно это произошло со мной? Как же это все случилось? Что я могу исправить? Какие мои ошибки и так далее? И вот это копание отдаяло до того, что я стал все хуже и хуже ходить. И в итоге, как бы, ну, стало сложно. Да, действительно сложно. И меня, единственное, спас мой друг в инстаграме. Это Григорий Даманский. Мы с ним стали очень много разговаривать по телефону. Мы с ним стали связываться. На тот момент точкой общего интереса сложились инвестиции. То есть я до этого еще начал инвестировать, да, начал смотреть эту тематику. То есть не так, только не так, там, ну, не трейдинг, я имею в виду, что купил и быстрее продаешь, там, подороже и так далее. А именно купил, ну, на долгосрок. То есть, да, я составил себе определенный план в голове, что я буду инвестировать на продолжительное время, минимум на 10 лет. И начал изучать эту информацию, смотреть и понял, что я ничего толком не узнаю, пока сам не попробую. И начал, там, с первых 100 рублей. Оказывается, на 100 рублей тоже можно купить акции, например, там, фондов. И вот я купил. Думаю, интересно, это несложно, оказывается. Опять, там, пришла пенсия, я купил акции, там, один лот Алроса, да, это алмазное предприятие. Добычек, алмазодобычек. Вот, и посмотрел, интересно. То есть ничего, оказывается, страшного нет. И выложил это видео в YouTube. У меня есть свой канал Панаков Путь Победителя. И вот мой друг Григорий Даманский, он это видео увидел, позвонил мне, говорит, почему ты вообще не сказал мне о том, что ты инвестируешься. Я говорю, я не знаю. Никому ничего не стал говорить, потому что, когда ты говоришь кому-то что-то, то к тебе относятся скептически и с недоверием. Так, котяра. Относится с недоверием, думая о том, что ты хочешь заработать на ком-то и так далее. То есть не знаю, почему. Ну, мне кажется, это все такие люди. Это никак не характеризует, что я там все время на ком-то пытался заработать. Мне кажется, все люди относятся с недоверием, когда вопрос касается денег. То есть деньги, да? Особенно, когда какой-то проект. Серьезно? Инвестиции? Да нет, это все ерунда. Как это инвестиции? Нет, это игра. Там все проигрывают. Тем более я ничего не понимаю. Поэтому я решил об этом не говорить. И вот выложил видео, да, он об этом узнал. И мы начали на эту тему разговаривать. Он сам начал спрашивать. Я ему начал объяснять. Дал ему по полезной ссылке на полезный канал в YouTube. Это инвестиции Кира Юхтенко. Да, и то есть он тоже стал инвестировать. Там какой-то определенный процесс своего дохода. И на этом фоне мы начали с ним обсуждать акции, компании, взлеты, падения и так далее. И благодаря этому постоянному разговору он меня вывел из эмоционального копания самого себя. То есть у меня уже не было времени копаться. То есть я уже больше стал свое внимание уделять этой теме, да, инвестиции. Затем есть, здесь я подписан на аккаунт Самбазар. Это мой друг Алексей. То есть Алексей увидел, что я хожу хуже. До этого он видел там, может быть, месяц назад меня, где было все в порядке. И он меня обнял так за плечо и сказал, ну, правду. Сказал о том, что Сергей, если ты не будешь заниматься ЛФК, тебе придет пиздец. Прошу прощения за маты. Ну, вот как, за что купил, за то продал, да. И это включило меня. То есть дальше осталось несколько дней. Проходило несколько дней, когда я думал не о том, что я какой-то плохой, за что мне эта болезнь. А думал о том, что надо проснуться с утра и пойти на зарядку. Обычное ЛФК, просто выйти на улицу. И я начал с собой заниматься своим физическим состоянием. Я ставил будильник на 5 утра. В 5 утра просыпался, выходил спокойно. Я не перетруждался и так далее. Ну, то есть не нагружал себя, свой организм. И я вообще забыл о своей болезни, опять, рассеянный склероз. Но в этот раз я забыл не о том, что у меня физическое состояние стало там какое-то прям идеальное. Мне некогда было думать вообще о своей болезни, о рассеянном склерозе. Мне было интересно записать какой-то контент в YouTube. Сейчас меня мотивирует записание какого-то контента и в Instagram, и в YouTube. То есть социальная сеть плюс один. До этого я искал... Я очень хотел давать полезную информацию. Мне очень хотелось быть полезным для людей. И то есть я всегда думал о том, чтобы я мог дать какую-то информацию. То есть я занимался, работал в управляющей компании, председателем, предпомощником... Бля... Начальником участка, был в доме у себя председателем совета дома. И пытался, например, эту тему давать. Но она в Instagram особо не зашла. Там, я насколько понял, всего лишь один подписчик подписался только благодаря этой теме и так далее. А вот тут ЛФК, оно заходит вам и на самом деле это очень-очень радует. Эта активность продолжает. Смотрите. Я разбирал о том, что в прошлом прямом эфире о том, что сам мотивация приходит из твоих действий. То есть тогда, когда ты начинаешь что-то делать. Именно так я забыл о рассеянном скрозе. То есть да, кому-то нужна именно вот такая разгрузка общения с другом, с подругой, с кем-то вообще, с каким-то человеком. Потому что, как правило, практика показывает, что, например, родственники, близкие друзья, допустим, вот у меня супруга, не все до конца понимают, а не до конца вообще не понимают, да, давайте по-честноку же, что у тебя в голове вообще, о чем ты думаешь. Они читают, например, какие-то статьи в интернете о том, что да, вот все плохо и так далее, как это накрывает. Но не всегда тебя понимают, почему ты вдруг ни с того ни с сего начинаешь взрываться эмоционально. Или вдруг ни с того ни с сего ты прям спокойно даже и вот так далее. Вообще в душе я заметил, что люди с диагнозом рассеянный скроз это прям реально добряки. Но периодически они бывают просто какими-то эмоционально неустойчивыми людьми. Вот. И самое интересное, когда есть у тебя собеседник, который вообще не разговаривает с тобой об этой болезни, а именно человек, который просто о чем-то разговаривает, о каких-то целях. Мне очень интересны, мне очень вообще возбуждают, если такое слово можно применить, разговоры на тему какого-то проекта, что-то сделать новое. То есть не так, что ты смотрел матч с Зенит-Юргатом, например, или что-то там, Авангард-Динамо, например, хоккейный матч или футбольный. То есть или просто обсуждение каких-то законов, да, то есть обсуждение того, что говорит средство массовой информации, то есть какую-то политику обсуждать и так далее. То есть меня это не возбуждает. Меня возбуждает какое-то созидание. А что бы можно было бы создать, что бы можно было сделать, как можно было бы улучшить жизнь окружающих, да, и тем самым давая энергию окружающим, ты ее получаешь в разы больше. Я это заметил на практике, потому что именно YouTube, когда я открыл новый YouTube, создал, да, свой новый YouTube канал Путь Победителя, Панаков, он назывался по-разному, но смысл был один и тот же. Я пытался давать полезную информацию ту, которую, ту, которая владела. Это были, опять же, инвестиции, это были же и ЖКХ и так далее. Но смысл в том, что когда я давал эту информацию, я получал обратную реакцию. И особенно сейчас, когда я начал прямо говорить о рассеянном пскерозе, все говорят о том, что я якобы мотивирую. Мне это настолько доставляет удовольствие. Когда мне пишет человек в комментариях в YouTube написал, что слушай, Сергей, спасибо, наткнулся на твой канал и стал приседать. Сегодня приседаю 5 раз, через неделю он пишет по другим видео, слушай, я уже приседаю по 15 раз. И вы даже не представляете, просто какой-то взрыв в голове, думаешь, да, круто, я иду туда, куда надо, огонь. Вообще, это так вдохновляет, это так мотивирует тебя продолжать контент, создавать. То есть, ну, просто другой мотивации нет. Это я к тому, что о рассеянном пскерозе уже вообще нет никакой речи. То есть, у тебя уже задача становится другой. А какое же видео записать? То есть, да, какие насущные проблемы? То есть, как родились вот эти последние эфиры, да, крайние вернее. О том, что мотивации, что очень много комментариев было о том, что слушай, где мотивация? Как мотивация? Я начал анализировать, разбирать, а где действительно взять мотивацию? То есть, откуда мотивация? Чем я мотивировался, когда каждый день в 5 утра ходил? То есть, мотивация – это когда ответственность, то есть, ты берешь ответственность даже минимум сам перед собой, но с самим собой очень легко договориться, особенно когда на улице холодно, да, если это зима сейчас настала. И особенно, если ты лег спать поздно, то есть, утром легко договориться с самим собой. Но опять же, если ты делаешь что-то публично, то это уже сложно, да. На тот момент я смог взять ответственность сам перед собой, то, что буду выходить каждый день. Но это послужило еще то, что Алексей, да, сам Базар сказал, что что со мной будет, если я не буду заниматься, не буду заниматься собой физической нагрузкой. Дальше, что дает мотивация, да, то есть, когда у тебя есть партнер, да, и третье, да, когда у тебя есть план действия, то есть, я наткнулся на определенные каналы, где были планы действия, то есть, я смотрел, как делаешь СЛФК, что лучше, растяжка, нерастяжка и так далее. И вся, вот это вот, ты начинаешь принимать свою болезнь, то есть, ты же про нее забываешь, что-то, ну да, есть рассеянный склероз, да, хожу плохо, ну, есть, главное, есть, есть примеры, когда эту ходьбу люди восстанавливали, а значит, и я смогу. Мне очень интересно читать книги, книги с такой некой мотивационной историей, книги успеха, да, истории успеха. То есть, неважно, в какой тематике бизнес это или физическая нагрузка, да, например, магия утра или, например, это будет трансформатор, да, который книга написал с канала Трансформатор, то есть, я читал эту книгу, слушал аудиокнигу, другую книгу, то есть, оно вдохновляет, ты понимаешь в том, что выход есть, это все реально и так далее. Но, когда ты один, это на самом деле сложно, и все прямые эфиры, которые я проводил, с Елизаветы, с Екатерины, это они прям на характере, они реально шли на характере, идут на характере, им никто не нужен, они просто сами себя могут мотивировать, они понимают, что у них рассеянный склероз, и они приняли этот факт, не пытаются от него отнекиваться, а наоборот, мотивируются тем, чего они не хотят, да, есть, например, цели, когда мы ставим то, чего мы хотим, а есть цели, которые, чего мы не хотим. Вот, эти люди на характере идут, что чего они не хотят, а о том, что, потому что не знаешь, что такое рассеянный склероз, да, где-то почитали в интернете и так далее, то есть, это страх, ужас, и когда думаешь, что я этого не хочу, ты начинаешь заниматься, да, с собой на характере. Но большинство людей не думают, не анализируют о том, что может быть, или туда, куда они идут, а просто принимают сам факт в голове, что рассеянный склероз, и, как правило, этой болезнью заболевают именно вот среднего возраста, 23, там, да, 25 лет. Я познакомился с девушкой, она председатель общественной организации «Небо», да, это помощь больным рассеянным склерозом в Челябинской области, и, я так понял, она заболела вообще в юном возрасте. Я знаю парня вообще в нашем городе, в моем городе, мы с ним познакомились просто в больнице на соседних койках, он тоже заболел, будучи, ну, ребенком, да, и его бы... Самое интересное, смотрите, что это было, вот история, да, просто, мы, говорит, зимой, уже весна была, да, то есть, да, не зимой, а весна уже была, мы пошли на Иртыш, он живет в центре города, как раз на набережной, и мы пошли, ну, то есть, шпаной, и решили побегать по речке. Лед треснул, я упал в воду, намок полностью, да, получается, но домой не пошел, боялся, что меня наругает мама. Вот прям история, за что купил, за то продал. И мы просто развели костер, и я грелся. После я пришел домой, маму изначально вообще даже и не оказалось дома, ну, я переоделся, все в порядке, и тут начались первые симптомы рассеянного склероза. А дальше, моя история, например, мы приехали в командировку в Чечню, если из города Омск, это Сибирь, мы уезжали в Бушлатах, да, то есть, по-зимнему, то туда приехали, там была жара, и все, все шесть месяцев, которые я там присутствовал, там была просто такая прям Ташкент, да, если подбирается слово, когда очень солнце пекет, пекет, то есть, вообще жара невыносимая в течение полугода, и там у меня начались первые симптомы почему-то, да, и так далее. То есть, у каждого своя история, поэтому мне всегда нравится вообще общаться с людьми, особенно у кого рассеянный склероз, потому что каждая история, она уникальная, и у каждого выход из той или иной ситуации уникальный. Вот, единственное, надо бы принять болезнь, да, самая... Какое обобщение я сделал, общаясь с многими, это принятие своей болезни, то есть, ну да, заболел, но этого уже не делать, и при чем, смотрите, можно, знаете, как относиться? Я прочитаю, вот, опять же, у Екатерины, да, который был прямой эфир недавно, о том, что я счастливый обладатель диагноза рассеянный склероз, а действительно, заметьте, счастливый обладатель. Почему с этой стороны мы не можем подумать? Смотрите, рассеянным склерозом вообще не каждый может заболеть, абсолютно не каждый. То есть, рассеянным склерозом болеют какие-то... Я заметил, вот давайте по чесноку, рассеянным склерозом, если девушка, то это прям симпатичная девушка, прям красавица. Дай Бог простит меня, да простит меня жена. Просто, ну, обычно, вот обычными глазами смотришь, красивая девушка. Да вы и сами видели прямые эфиры, да и вообще, если вы в Инстаграме подписаны, ну, сказал, да уже, то есть, если это парень, то и с кем бы я ни общался, это либо какой-то спортсмен, либо какой-то математик, либо какой-то бизнесмен. То есть, это люди с каким-то характером, с определенным каким-то характером. То есть, это реально боевые люди. Я не знаю, почему они заболели. Врачи не знают, почему эти люди заболели. Да, мы почему заболели. Не знают врачи. Ну, опять же, про питание, да, то есть, последний эфир прямой, очень много дискуссий, дискуссий, как в Ютубе, как в Инстаграме, вызвала дискуссию о том, что при чем тут питание. Давайте так, наше тело, это, ну, некая рубашка, да. Мы же не есть тело. Вот, я не знаю, согласны, кто из вас со мной согласен. Обязательно пишите плюсы. Вот, мы не есть тело. То есть, как это можно проверить? То есть, если вдруг у нас, по-другому, импутируют руку, то мы остаемся самим собой. Вторую руку, то же самое. Ногу, то же самое и так далее. То есть, получается, мы не есть рука, мы не есть нога. То есть, тело, это не мы, но вот это мое личное мнение. Вы можете быть не согласны. То есть, мы какая-то энергия, частичка энергии, которой тело дано просто для каких-то действий, для каких-то движений. Я не знаю, насколько вы вот так вот вообще пробовали разогнать вот эту философию, да, вот такое обсуждение. Ну вот, в моей голове вот такое рассуждение, что мы пришли зачем-то. Не знаю, да, это все может быть сказки. Возможно, для многих из вас покажут это сказки. И, возможно, кто-то из вас отключится из прямого эфира или выключит видео, если это смотрит в Ютубе, потому что эта запись попадет в Ютуб, с мыслями о том, что все, Сергей погнал. Но реально же, и я слышал такую поговорку, что все, вообще все сложности, все трудности даются по мере их, то есть, сейчас по-другому, то есть, ты обязательно с ним справишься. То есть, не дается слабому человеку, трудности даются по мере их силы, да, по мере их возможностей. То есть, если мы возьмем вот в Инстаграме, знаю, подписанного или нет, реального победителя, это Набиев, то есть, человек, который у нас в город Томска приехал служить в армию, но в итоге обрушилась казарма, эта новость прогремела на всю Россию, его спасли, он остался без двух ног, но сейчас он в книге рекордов Гиннеса покрыл уже вторую вершину просто на одних руках. Люди на ногах не могут залезть на эту вершину, он покрыл ее на руках. Изначально я думал почему-то, что его на вертолете, может быть, доставили и так далее для фотографий, для контента, но нет, он прям, он транслирует, транслировал весь путь свой, он шел туда на руках, на руках, в гору. То есть, и были такие моменты, когда надо было подниматься просто 180 градусов вверх, то есть, ну или 90, да, все по-другому. Поэтому все дается по мере того, что человек может справиться или нет. Я хочу еще раз напомнить о том, что если у вас действительно есть какая-то проблема с принятием своей болезни, и вы постоянно о ней думаете, то я приглашаю каждого из вас в проект, в марафон «Путь к победе» называется. Этот марафон будет идти 30 дней. В этом марафоне, это будет чат в Телеграме, там целое PDF-файл, вот PDF-файл с полностью расписанными шагами, PDF-файл взят из книги «Магия утра», то есть, тут все расписано по шагам, как подготовиться к этому марафону. Например, необходимо проанализировать себя, только уже не копаться в себе какой-то плохой, за что тебя там наказали, да. Я видел, встречал такого парня, который копал себя в этом плане, я попозже им расскажу. Нет, там есть шаги, конкретно проанализировать, поставить своим здоровым головой, здоровым духом, да, поставить себе определенную оценку, распределить по секторам свою жизнь, например, да, это семья, здоровье, спорт, окружение, саморазвитие, деньги, отношения, настроение, там, карьера и так далее. То есть, мы оцениваем нормально уже, с нормальным разумом, да, и ставим себе какие-то определенные цели, то есть, мы цели не завышаем, у каждого будет своя цель, цель, которая будет достигнута до 30 дней, но, единственное, она должна быть реальной, то есть, нет такого, что, если я не зарабатываю даже и 10 тысяч, а ставлю себе цель 1 миллион, то, конечно, я считаю, что люди, которые ставят такую цель, они это делают специально для того, чтобы сказать, ну, все, не мое это, не мое это, я это пробовал, я ставил цель, вот, все, не мое это. Нет, ставьте реальные цели, потому что задача этого марафона для того, что задача этого марафона стоит в том, чтобы каждый участник достиг своей цели, то есть, у каждого будет своя цель. Дальше в этом PDF-файле будет таблица, этот PDF-файл будет обязательно условие распечатать. В этой таблице таблица на 30 дней, марафон 30 дней, и там определенные, там расписаны действия. Самые простые – это тишина, аффирмация, визуализация, физические упражнения, чтение книги и дневник. Вместо дневника мы делаем мемуарник, а, по сути, эти действия можно выполнить, ну, буквально, там, за 30 минут – это максимум, да, то есть, если мы берем себе, там, тишину, там, буквально 2 минуты и так далее, 2 минуты аффирмации, 2 минуты визуализации, там, 5 минут чтения книг, лучше 10, и, то есть, мы за 30 минут, мы все, все это закрываем, но каждое действие, которое здесь указано, оно дает тот или иной результат, я могу расписать просто, что именно дает каждый результат. Да, смотрите, тишина, как часто вообще вы молчите, просто закрывается от всей информации, от всего потока информации, сегодня в нашу голову вливается вообще информация со всех источников. Нам что-то рассказывают друзья, родители, жены, мужья и так далее, дети, все рассказывают, да, что там происходило в садике или школе, дальше телевизор, радио, интернет, это все какие-то мессенджеры и тому подобное, то есть, раскидывание видео всяких популярных, да, вирусных, то есть, все, постоянно все остается в голове, наш мозг это не решето, согласны со мной или нет? Наш мозг не решето, все, что в него попало, оно остается, возможно, мы забываем, но не наш мозг, наше тело, тело у человека настолько уникальное, что оно не забывает, и даже, ну, ладно, вернемся дальше, тишина, просто две минуты в тишине, сконцентрируйтесь на своем дыхании, не слушайте никого, закройтесь в кладовку, я не знаю, в туалет, там, если все плохо дома, так, если там постоянно кипишь, просто побудьте несколько минут в тишине, просто дышите, любые мысли, которые появляются, отгоняйте, это тишина, две минуты, вы можете всю эту стратегию делать, вы можете не быть в этом чате, но единственное, чат поможет, он объединяет людей, мы все будем, у каждого будет своя цель, но мы все будем скреплять, все будем с вами делать одно и то же, каждый из нас будет эту тишину делать, мы берем на себя ответственность, в этот раз вы не сможете, не сможете... у меня мат прям лезет, Иисус, не сможете потеряться, потому что три пропуска, это все, это повод исключить вас из чата, и самое первое правило чата, это быть честным перед самим собой, не надо быть честным, там, перед кем-то, обязательно только перед самим собой, потому что беря для себя обязательства, берете обязательства перед самим собой, то есть, тишина, поехали, вы здесь ставите галочку, дальше, следующий пункт, аффирмация, то есть, у каждого будет своя аффирмация, да, например, моя аффирмация звучит так, я записывал даже видео на YouTube, ну, на сегодня более объемно и обширно, то есть, могу сказать там первые слова, да, с каждой минутой я становлюсь еще здоровее, с каждым часом я становлюсь еще здоровее, с каждым днем я становлюсь еще здоровее, я абсолютно здоровый человек, я желаю всем людям здоровья, у меня, моя милина оболочка восстанавливается, очаги рассеянного склероза становятся меньше, количество очагов рассеянного склероза становится меньше, все задачи из головного мозга к совсем конечным, к любому организму моего тела поступают бесперебойно, я абсолютно здоровый человек, я желаю всем людям здоровья, и так далее, так далее, так далее, то есть, это аффирмация, у каждого у нас своя, то есть, абсолютно. Дальше, визуализация, да, то есть, вы визуализируйте, сидите там, я не знаю, на кресле, спокойно расслабившись, визуализируйте, как вы ходите, как вы бегаете, я не знаю, у кого, у кого, какие задачи, то есть, у меня задача, например, в течение 30 дней, по завершении этого морфона, я хочу пробежать 100 метров, в обычном, простом, легком темпе, сегодня я, ну, 10 метров, ну, наверное, даже 10 метров не пробегаю, хожу с тростью, все плохо, но у меня задача 100 метровочка, дальше, и я буду пробовать ходить без тростью за эти 30 дней, буду, буду, ну, по итогу, хочу отказаться от трости, к чему это придет, не знаю, никто не может знать, а дальше физические упражнения, то есть, будьте честны, перед самим собой, хотя бы 2 минуты ЛФК, это уже возможность за 30 минут привить к себе эту привычку, многим людям очень сложно делать ЛФК, потому что мы никогда не делали, наши привычки, они состоят из того, что у нас навязано было со временем, то есть, мы даже неосознанно эти привычки какие-то у нас есть, курение, привычка курения, это неосознанная привычка, дальше, например, может быть, скажите, подскажите мне, какие еще привычки могут быть неосознанные, вот, курение у меня пришло пока только в голову, ну, и так далее, то есть, но сейчас мы осознанно будем прививать к себе привычки, 30 минут это 100%, 1 час это прям для того, чтобы быть спортсменом, и 2 минуты это минимум, который необходимо будет выполнить, сами для себя, в чат необходимо скинуть будет только фотографию о том, что вот, вы там, в приседе, да, в формате приседа, или отжимаетесь, или что делаете, растяжку какую-то, можете видео скинуть, это круто, можете просто фотографию сделать, дальше аффирмация аудио, аудио голосовую запишите, это надо для того, чтобы, для сравнения, когда по истечении 30 дней вы сможете сравнить, как вы заходили, и в каком состоянии вы уходите, дальше, чтение, как давно мы читали, читаем ли мы каждый день или нет, что именно мы читаем, какую-то рабочую, да, литературу, то есть, научную литературу, или художественную литературу, или истории, мотивационные какие-то истории, да, то есть, чтение очень полезно, особенно, если это мотивационная или художественная литература, хотя, почему-то, в последнее время, очень многие, как-то, скептически относятся к художественной литературе, мол, ну, она никак меня не развивает, как она развивает вообще мышление, воображение, кто из вас читал Толстого, скажите, как же называется роман, Анна Каренина, кто читал, звался роман Анна Каренина, это просто невероятно, вообще, это такой роман просто обалденный, и когда я его закрыл, и я просто понял, что это, этот, я всегда смеялся над словом роман, то, что роман читает только девочки, нет, роман это просто, это, ну, это просто, это история любви, это история, история жизни вообще, и вообще, это история персонажа Левина, да, который был в деревне, который приезжал в город и смотрел, как вот эти все люди пафосные, да, все как пафосно себя вели, и пытались там зарабатывать деньги, а в то время, когда в деревне вообще стоят поля, вы читали роман, скажите мне, «Мертвые души», это просто, это школьная литература, я ее читал, вот, буквально, да, уже в сознательном возрасте, и я понимал, что, работая вовсе не, я прочитал этот роман, «Мертвые души», я понял, что «Мертвые души», они, они сейчас есть, сейчас в современном мире, вот они, «Мертвые души», в таких учреждениях, вот у меня вовсе не были «Мертвые души», да, люди, которые, они просто есть в списке, просто перечисляются зарплаты, но этих людей нет, может, они где-то есть, но их нет в строю, я их ни разу не видел, и так далее, то есть «Мертвые души», это крутой, крутой роман, обязательно прочитайте, и художественную литературу, она тоже, она много чего дает, она дает мировоззрение, да, определенное, сейчас я больше направляю свое чтение на, на мотивационные какие-то рассказы, да, книги, и направляю свое чтение на какую-то, ну, полезную, да, информацию, типа, сейчас я читаю Стивен Кови, это сын, сын того популярного Стивена Кови старшего, да, то есть Стивена Кови младшего, он рассказывает о доверии, о принципах доверия, то есть, что дает доверие, и почему многие люди вообще не доверяют другим людям, да, например, и так далее, или как, то есть, доверие, оно дает возможности наладить в том же самом, в том же самом бизнесе, когда руководитель доверяет своему сотруднику, то, соответственно, сотрудник доверяет своему руководителю, и процесс производства, да, если мы говорим о производстве, процесс продаж, он становится в разы лучше. Дальше, дневник, если мы не говорим ни о дневнике, а дневник это очень сложно, я пробовал писать, а говорим о мемуарнике, то есть, мы в конце дня записываем обязательно то действие, то ключевое событие, эмоциональное, прям яркое, которое произошло у вас в этот день, и опять ставим галочку, представляете, вот получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 галочек в день, то есть, 6 выполненных задач, они не сложные, мемуарник, вы эмоционально, да, какую-то задачу, да, остановился, что у вас произошло в день, бывает, может ли быть 2 каких-то, 2 события, да, может, а может быть, что ни одного события нету, нет, не может, но если вдруг действительно у вас в день не проходит никакого события, то это повод задуматься и создать это событие самостоятельно, то есть, если я целыми днями лежал дома и ничего не делал, то окей, но я делаю, не ставлю себе галочку, тут задача, задача этого марафона, для того, чтобы вы поставили эту галочку, не поставили, а задача этого марафона, чтобы вы для себя поняли, что вы выполняете, что вы не выполняете, что для вас сложно, что для вас легко, и, то есть, уже подводя итоги, вы чтобы видели галочки, где вы ставите, а где нет, чтобы вы понимаете, так, здесь надо побольше упора сделать, так, где бы мне время выкроить, чтобы сделать вот это и так далее, то есть, выход идет из чата, не потому, что вы не поставите галочку, то есть, будет выброс из чата, если вы не отчитываетесь, то есть, три пропуска, три пропуска фото или видео отчета, то есть, вы сами там решаете, то это повод исключить из чата, а в чате не надо, ну, не нужны просто наблюдатели, смысл марафона в том, еще раз повторю, чтобы человек достиг того результата, взял тот эмоциональный настрой, энергетические свое состояние, чтобы сказать, да, все, и в дальнейшем, по истечении марафона, чтобы он дальше продолжал, да, продолжал двигаться, понимал вообще всю свою структуру, систему, продолжал использовать те навыки, которые он себе привьет, да, сделать привычку, и, то есть, дальше по жизни шел, то есть, дальше, это чат, он не бесплатный, но есть другая новость, это чат, это донат, абсолютно каждый, каждый человек, каждый человек сам определяет сумму пожертвования, 1 рубль, окей, 10 рублей, круто, там, 100 рублей, 200 рублей, неважно, у каждого свое финансовое состояние, абсолютно неважно, даже 1 рубля, там, достаточно для того, чтобы попасть в этот чат, для чего это нужно, во-первых, деньги, это энергия, в этом чате будут еще люди, которые в команде, которые будут отвечать на какой-то, за определенный, там, психологический настрой, в команде есть коуч, тренер, и так далее, то есть, он будет своей определенной, определенную информацию давать полезную, то есть, дальше, в команде Елизавета, она будет давать полезную информацию, физкультуру, и чат этот не для того, чтобы кто-то заработал, а не заработал, нет, это энергия, просто это энергия, и когда человек не, как вообще, просто это достается ему бесплатно, то он, как правило, игнорирует это все, то есть, ну и ладно, ничего страшного, когда ничего не платят, а даже оплата 1 рубль дает, дает такое понимание, что, блин, ну я же заплатил, ну даже всего же рубль заплатил, ну и что, я же заплатил, какая разница, рубль, он же мне тоже достался, не просто так, поэтому человек начинает делать, то есть, это некий, некий такой вход, да, некий вход такой, ну мы границу, да, некую переходим, вот то, что все бесплатно, абсолютно есть все бесплатно, в интернете есть все бесплатно, а этот PDF файл, он есть бесплатно в интернете, я его скину, этот PDF файл в чат, телеграм, путь победителя, который уже существует, но суть в том, что мало кто начнет это, его использовать по назначению, просто, скорее всего, это, знаете, как, закончится тем, что скачается, прочитается и забросится, а именно, именно марафон, именно чат, путь победителя, путь к победе, он будет называться, путь к победе, он именно отдает некую ответственность, каждый берет на себя некую ответственность, плюс мы это делаем в команде, когда вы не один, а когда вас окружают люди, которые тоже идут к своей цели, да, которые выполняют те же самые действия, и вы не чувствуете себя дискомфортно, То есть, есть вероятность, что если ты один или одна, то можно почувствовать какой-то дискомфорт Что, блин, чё я как дура аффирмации, как дурак Какие аффирмации вообще, я инженер Ну, чё смеяться-то Но, понимая, читая истории успешных людей, мы понимаем, что они все использовали какие-то определенные аффирмации У каждого была своя аффирмация Дает нам понимание цели, напоминание цели с утра, аффирмация дает понимание, куда мы идем, к чему мы идем Что мы хотим достичь в результате Визуализация помогает еще и завизуализировать эту аффирмацию То есть, понимаете, да, в чём фишка Вы настраиваете свою психосоматику Во-первых, вы свой разум, да, то есть, настраиваете на то, что вы хотите получить То есть, плюс физическим упражнением вы это подкрепляете И плюс, ставя галочки в журнал, да, в распечатанный лист А4 Ставя галочки, вы еще и закрываете гештальцию, что вот, я это сделал Я это сделал, еще раз я сделал И каждый день, через 30 дней, вы просто, у вас, если все будет в галочках У вас будет отчет, вы вернетесь в начало чата Посмотрите свою аффирмацию, как вы говорили И сравните с той аффирмацией, которую вы будете говорить на 30-й день На то же, там, 20-й день и так далее То есть, и главное, здесь будет подъем в 7 утра Обязательно Потому что вся энергия идет с утра Если мы спим до 12, то в 12 это вообще лень начинается Я, ну, по себе это знаю Я все это проходил, поэтому вот как-то так Друзья, ребят, есть какие-то вопросы у вас? Спасибо, что вы до сих пор, до сих пор в прямом эфире Прекрасно, это радует, это мотивирует, это интересно Если какие-то вопросы по проекту или по тому, как принять свою болезнь Оказывается, принимать это нормально, да? Это начало нашего разговора Ваши вопросы И может быть, возможно, есть какое-то желание прийти в прямой эфир Оставляйте заявки, давайте с кем-нибудь пообщаемся У нас еще времени есть 15 минут, 14 Потому что было запланировано не больше чата Любой тот, кто придет в этот марафон Ну, марафон для своих, чисто для своих Чужие не поймут Потому что, смотрите, есть вроде там люди, которые пишут тебе комментарии Ставят там сердечки и так далее Это круто, это здорово Но когда вопрос касается Давай вместе с тобой начнем ходить или бегать, заниматься ЛФК То в основном все Ну, блин, нет, не в этот раз У меня дел нет, у меня работы и так далее Дмитрий, привет Джадай55 У меня дети спрашивают А где дядя Джадай? Как ты с этим дядей Джадаем познакомился? Дядя Джадай Дмитрий Ты оставил в памяти моих детей свой образ Образ большого, здравого мужика Через какое время после диагноза ты стал плохо ходить? Так, давайте начнем с того, что изначально плохо ходить Это послужило поводом искать врача Изначально все началось с плохой походки И именно плохо ходить Я сейчас объясню То есть я начал хромать Дальше у меня начались проблемы с правой рукой А не проблемы именно с силой правой руки То есть я, находясь в командировке Там было много железа Я имею в виду, что железо спортивного То есть качаться, гантели, штанги И вытягивая штангу я вообще правша Я понимаю, что я левый еще могу сделать На минимум раз 5-6 А правый все у меня больше не поднимается Приехав домой, у меня началась Перед сном дергаться нога Просто вот мы ложимся спать Оно у меня просто начинает дергаться Это вызывало смех И, ну, это стало причиной того, что я написал рапорт об увольнении сусина Дальше я начал все больше и больше хромать И меня начало еще шатать в сторону Диагноз мне не могли поставить Мне назначили просто МРТ позвоночника Я сделал МРТ позвоночника На что мне сказали У тебя просто сколиоз Там какое-то небольшое искривление Что, потому что ты сутуришься Походи, поделай массаж И походи на ЛФК То есть я оплатил курс массажа Оплатил курс ЛФК То есть я это все поделал Но проблема не решилась И тогда я случайно попал в другое учреждение медицинское Где уже терапевт обо всем жаловался Все рассказывал Он мне отправил к неврологу с пометкой Бесконечно жалуется И невролог у меня провел Некие действия Сказал закрыть глаза Поднять руки вверх Достать до носа И так далее Отправил у меня уже на МРТ Головного мозга Снизу подозрение на рассеянный склероз И обратил Где-то женщина была И обратила внимание на то, что я похудел А я даже и не замечал То, что я похудел А я странно Я джинсы так закидываю И даже ноль внимания, что я похудел Вот И тогда Да, то есть был диагностирован рассеянный склероз Но в этот момент я уже плохо ходил Ну как плохо? Я хромал Я хромал И меня бросало в сторону То есть как пьяного Люди Прохожие все думали, что я пьяный Все мои друзья думали, что я пьяный Всегда спрашивают Ты что пьяный? А что хромаешь? И когда я узнал, что у него рассеянный склероз Я говорил всем, что Да ногу подвернул Да Да Выпил там с утра И так далее Я почему-то стеснялся своего диагноза Не знаю почему И вот После После пульс терапии Сразу с первого С первого раза Я выходил вроде еще тоже хромал Но со временем оно все как-то исчезло И я даже уже забыл о том, что я когда-то хромал Вот И буквально полтора года Когда начались закрываться эти локдауны То есть у меня опять Я не успел полечиться Я отказался от Питерс Потом по причине того, что Мне становилось плохо После укола Я стал еще хуже ходить И у меня началась одышка Придя в центр рассеянного склероза Я сказал, что нет Все это дело не пойдет Мне предложили назначить другое лекарство Но я сказал, что нет, нет Я просто буду лежать Два раза в год в больнице Под сосудистыми И на что мне сказали Окей Смотри сам Каждый выбирает свой путь Вот И мне это помогло На протяжении Получается с 2013 года И вот Получается 7 лет На 7 лет Сейчас Когда я не успел полечиться Под сосудистыми Начались опять осложнения Опять хромота Но в этот раз уже похуже Я сделал новое МРТ На МРТ мне показало О том, что мои очаги Стали У меня нету больше очагов Но сами очаги стали больше То есть Еще склонны к слиянию Так Дальше В Новосибирске Профессор Мне сказал Что Сергей Сосудистый Это вообще не твой вариант Тебе нужны питерсы То есть Нужен определенный подбор Сейчас тебе уже нужен питерс Именно второй линии Когда После После Очередного дебюта То есть Уже вторая линия Уже первая линия Тебе не помогут Поэтому Сейчас Я планирую Пойти в центр Рассейный склероз И опять Возобновить Пообщаться Со специалистом С неврологом По вопросу По вопросу питерса Единственное У меня Единственная тема Для разговора Чтобы Это не были уколы Каждый день Или через день Что это были бы Лучшие таблетки А еще Ну или Например Какой-то Капельницы Раз в полгода То есть Меня вообще Этот процесс Устраивал Раз в полгода Ложиться в больницу Я отдыхал От шума гамма Домашнего Вот этого Плюс То есть Делал ФК Определенно То есть В медицинском учреждении Телфк Делал На велосипеде Покружишься В мяч Попинаешь И так далее Вот у меня Такой вряд Меня больше устраивает Чем Чем домашний укол И так далее Надеюсь Ответил на этот вопрос Друзья Еще Вопросы Желания Выйтифли Мой эфир Может быть Вопросы По марафону Увы Сосудистый Это уже Каменный век Согласен Да Каменный век Окей Кто бы Кто бы Это предупредил Я никогда Не Не провоцировал Людей Отказываться От Питерс И так далее Это было Определенно Мое решение То есть Я знаю Людей Которые Кололи Питерс И колят Питерс И все прекрасно Я знаю Людей Которые Колят Питерс И далеко Не прекрасно И чувствую себя Хуже Чем я Я знаю Людей Которые Не колят Питерс И Так Я знаю Людей Которые Колят Питерс И которые Не колят Я знаю Из обоих Вариантов Которые Либо Хуже Как мне Либо Лучше Как мне И не важно Колят они Питерс Или нет Поэтому Поэтому Я сделал Такой вывоз Своё решение У меня было Такое Сейчас После Новосибирска Я Его Поменяю Скорее всего Ну и Буду общаться Опять же В центре Ариосейном склерозе Подбирать Какой-то Определённый Вариант У каждого Выбирает Свои Ребят По марафону По Ариосейном склерозу Как принять Свой диагноз Если есть Вопросы С удовольствием Отвечу Можем Пообщаться В реальности У нас Есть Ещё Буквально 5-6 Минут Подберут Тебе Препарат Возможно Например Профессор Из города Новосибирска Мне Порекомендовал Таблетки Вообще Но Подписал Они же Что Я даже Не знаю Есть ли у вас Квота В вашем городе На этот препарат То есть Сейчас я узнал Что опять Ещё Какие-то Препараты Появились Сейчас Людей набирают Которые Готовы Готовы Быть Первопроходцами Поэтому Посмотрим Что будет Посмотрим Не знаю Сначала Надо взять Направление В центре Сеносклероза Затем Взять Талон В центре Сеносклероза В самом центре И туда попасть И там уже Будет видно Я хочу Показаться Врачу Специалисту Как я хожу Она меня видела Как я ходил До лечения Чтобы она видела Как я хожу После лечения Всё Я благодарю За этот прямой эфир Ещё раз Давайте подведём Итог О том Что Если В голове Забирается мысль Что со мной происходит Почему я За что Мне Бог наказ И так далее Это неправильная мысль И я Знаком Я пересекался С таким человеком Когда У нас было Мероприятие Просто Там Мы раньше Периодически встречались Люди С таким недугом Пили чай Конфеты И всё время Всё время За чаем За конфетами Этот человек Всё время Рассуждал о том Что всё плохо Всё ужасно Мне Бог Меня Бог За это карает И так далее И после После этого Я всё время Пытался Да ладно Расслабься Да ладно Ты успокойся Всё нормально У кого-то Есть свой недуг У кого-то Нет недуга Абсолютно У каждого Своя жизнь Ты тут вообще Ни при чём Бог тебя Ни за что Не карает Но Он продолжал Себя копать Гнобить И я его Встретил Через неделю И этого человека И он уже Шёл С мамой Мама его вела У него было Плохо со зрением Плохо с походкой Я с ним поздоровался Он меня не узнал Я говорю Друг Слушай Перестань себя копать Он опять же Да нет Это вот Бог Меня наказывает Я говорю Да всё Расслабься Расслабься Позитив Поэтому Я вам рекомендую Не копаться в себе Потому что Ни в коем случае Вы ни в чём Не виноваты Возможно Это псих Ну Есть такая Психосоматика Да связана Что мы Может возможно Мы постоянно В себе копаемся Себя в чём-то Гнобим И возможно И так получилось Что у нас стал Рассеянный склероз Но я напомню О том что Рассеянный склероз Слабые люди не болеют Возможно У вас Какая-то задача Да Почему нет Почему нет Возможно Вы своим примером Можете показать Другим людям Что всё Вот всё нормально Замотивировать Кого-то Так Испытания Которые мы Обязаны Пройти достойно Конечно Достойно Хватит Заморачиваться Я склоняюсь к тому Что если В голову приходят Мысли о том Что всё плохо Ужасно Возможно Вы просто Ничем не занимаетесь Возможно У вас нет хобби Нет работы Вы не получаете Образование Просто сидите дома И тогда Вам заняться Нечем Вы начинаете Копаться в себе Поэтому Я приглашаю Ещё раз Вас В свой проект В марафон Путь к победе Где мы Сплотимся Будем Достигать С каждой Своей цели Но У всех Будет общая Общая задача И тем самым Я думаю Мы с вами Подружимся Прям огонь После После этого Марафона Я вас Каждого Приглашу В другой чат Путь победителя Он уже существует Где мы можем Дальше Продолжать общаться В общем Я благодарю Что вы были со мной Желаю вам здоровья Удачи И будьте богач Всё Всех обнял Подкинул Поймал Поставил Пока Продолжение следует